Солнце, привет. Всем привет. Привет, ребята. Не очень хорошо тебя видно, потому что ты сидишь в окне. Ну что поделать? Свет бьет, да? Да, вот так вот. Посмотри, вот так вот. О, всем привет. Всем привет. Так ты лучше лесенку переставь. Сейчас. Блин, мне кажется, что так себя снимается. Или у меня скрепер беспонтовый. Ну у тебя еще один видит. Я знаю. Посмотри себе другие. Надо снять эту, короче, пленку. Видите? Не знаю, если хорошо видно. И попытаться заделать. Короче, вот это все. Видите некрасивость? И все думают, что с окнами что-то не в порядке. Здесь есть трещинка. Мы вот хотим ее починить, попробовать. Кто смотрел распаковку с Амазона? Вот. Ну попробуем. Это мы все попробуем. Сперва снять, а потом попробуем починить и скажем вам все. И вот такие вот фигни у каждого окна. Потому что это темная пленка. Она уже старая. Ну, почти-чуть, почти-чуть можно, думаю. Вот. Я здесь на лесенке сижу. Нет, нет, нет. Давай ты лучше это. Посторожней стой на лесенке. Все, уже нормально. Эта пленка вообще не обязательно. Это... Вот кто-то захотел себе затонировать окна. Но как это выглядит, это просто ужас. Я иду монтировать бьюти-боксы. Распаковку бьюти-боксов. Пока вид здесь будет мучительно снимать пленку. А потом буду продолжать снимать, когда он начнет чинить стекло. Но прежде чем я пойду, сейчас я вам покажу сперва. Вот у нас тут завтрак чуть-чуть остался. Это блинчики с... Блинчики с голубикой у нас были на завтрак. Еще у нас был вот такой тортик на завтрак. Он у нас и на завтрак, и на обед, и на ужин. Всегда рядом. И вот. Короче, о чем я хотела с вами поговорить. За последние три видоса участились видео, где люди пишут, тортик надоел. Буду смотреть видео только, когда не будет тортика. Что-то вы там так себя ведете с собакой. Слишком много внимания собаки. Родите детей. Еще вот много-много таких комментариев появилось почему-то. Кстати, знаете, что это? Коммент фигня. Ну, так и есть. Во-вторых, те, кто не любит нашу собаку, вы не обязаны ее любить. Если вам не нравится, просто не смотрите нас. Вот. Как бы грубо это ни звучало. Это наша собака. Она не ваша. Вы не должны ее не любить. Она вам может и не нравиться. Это вообще тортикин канал, если что. Да. И, кстати, вот для наших подписчиков только благодаря тортику вообще мы начали ютуб-канал. Распаковки нам просто почему получилось так, что мы начали с распаковок, потому что нам самим стало интересно. Мы лежим такие, смотрим телевизор. Тортик подходит, говорит, идемте купим потерянные посылки. Сто процентов. Так и было. Оставьте меня дома на три часа. Идите по-моему. Сто процентов. Смотрите, какой он грустный. Мы ему вот только рассказали про эти коменты вонючие. Ну, вообще, это неправда. Мы ничего ему не рассказали. Мы просто комментировали про дому. Злились, что такие коменты появились. Начали это обсуждать. И вот с тех пор, смотрите, какой он грустный. Как можно вообще говорить, что собака не нравится, надоела, блин. Блин, капец. Представьте себе, если она у вас бы была. Это же хаски. Она не может надоесть. Она любящая, заботливая, внимательная, красивая, ненормальная, бегающая, прыгающая, боющая, лающая и так далее. Собака. Лучшая на свете. Так что все. Давайте закроем эту тему. Просто, если вам не нравится, просто не смотрите. Потому что собака будет, дай бог, много-много лет и здоровенькая, и красивенькая. Правда, зайчик? Тортик. Да ладно тебе, не грусти. Мне должно быть все равно, у тебя же есть мама с папой. Да, Винна? Смотри, у тебя там вафля. А чья-то вафля? Чья-то вафля твоя? Давай, кушай ее тогда, быстренько. Угу. Мама идет нарезать видос в битебоксе. А ты тут следи за папой, чтобы папа работал хорошо. Чтобы он там не придумал себе какие-то отмазки. Какие, интересно? Откуда я знаю? Папа никогда себе отмазки не придумывает. Ага, конечно. Посмотрите, вообще-то очень хорошо идет. Молодец. Все-таки не жопа рук, Сонсо. Так мы-то уже давно выяснили, мне показалось. И показалось. Все, еще нужно что-то доказывать, нет? Конечно. Каждый раз. Сейчас ты только... Поверь мне, это все сказано только до первого же бура. Как что-то наборомишь сразу, будешь жопа рукой. 100%. Так что не переживай по этому поводу. Все, ребята, скоро включимся. Я говорю, что мы выиграли аукцион. Не мы, а ты. Такая, пау, 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 блин. Такой говнюк такой говорит. Не, а говнюк, он перебил мой бит. Я еще оставлю. Я говорю, давай только немного. Ну, молодец. Умничка, выиграла. У нас есть новая палета. Ну, как есть. Надо подождать ее только. Надеюсь, что недолго. Мы подумали, что пока у нас сейчас, пока и оффера нет, и ничего этого, вот. Можно, в принципе, дождаться палета. Да. Так что, ребята, видите, как получилось классно, что опять хорошие новости. Да. Мы выиграли палету. Откуда ни возьмись. Пока тут здесь мучится, бери. Да не получается, блин. Не получается нормально. Только я уже раз 10, наверное, залазил на лестницу и слазил. Ну, глядненький. Спорт. Да, потому что риэлтор сейчас звонит. Кто-то там домом заинтересовался. Но хотят за копейки его купить, представляете себе? И мы говорим, никаких копеек нафиг. Мы столько денег вложили в дом, а они хотят за копейки его взять. Да, тортик, скажи? Буду вам постоянно его показывать. Назло, блин, вообще офигелем, блин. Не вы, те, кто пишут, говнюшки такие, что тортик что-то не то, что это все, это вообще ужасно. Я вообще не понимаю, как можно... Окей, можешь не любить собак, но чужих собак вообще тем более. Как она вам мешает? Она писала, мы коробки распаковываем или с собакой играем? Представляете себе? У нас вот такие распаковки. Они с первой распаковки такие были. Не было так, что типа мы такие снимали и без собаки. Ну, в первых распаковках тортик не очень подходил, но все равно подходил. Подходил, подходил, я помню. Но редко. Но потом он сам уже хотел, ему нравилось, и он сам хотел. А мы точно... Вы понимаете, что животные, они же такие же, так же чувствуют. Это ужасно. Животные тоже люди, что вы? Он даже лучше, чем люди, если хотите знать. Некоторые люди. Правда, тортик? Смотри на него, как он обиделся. Вот, когда он так делает, чтобы вы знали, это намекает, что он хочет на улицу. Идет, смотрит в окно. Тор, мама делает видосик. Папа чинит окна. Слышишь? Потом. Да, я знаю, да. Ты хочешь на улицу. Я очень прекрасно это все понимаю. Отлично. Короче, мы выиграли крутой аукцион. Смирили опять. И будем надеяться, что там ничего поломанного нет. Надеюсь, что там не будут зеркала какие-то биты. Или что-то такое. Ага, сто процентов. Потому что нам они нафиг не нужны. Все. Опять подключимся, когда бит закончится. Я иду делать видос. Смотрите, какой успех уже происходит здесь. Только посмотрите. Только посмотрите, как все хорошо. Да, уже хорошо, уже хорошо. Я взял другой скрепер, я не могу. И вот, хочу вам рассказать еще одну грустную историю. После таких хороших новостей. Решила, ладно, быстренько, чтобы не было грустное видео, а чтобы чуть-чуть только грусти. Ежик погиб. Никто не знает, что с ним произошло. Мы пришли после шоунга домой. И представляете себе? Он был просто весь как будто завял. Я не знаю, что. Как будто изнутри что-то случилось. Я очень надеюсь, что это... Ну, точно мы ничего ему не сделали. Мы его поливали. Было все хорошо, он уже рос. Ну, как бы мы замечали, что прогресс, он начал расти, быть привык. Мы же поменяли ему и вазон, и землю. И все было хорошо. Уже пару месяцев он нормально себя чувствовал. Я вообще обожаю кактусы. Вот вы знаете, что у нас есть кактусы? Я их очень люблю. И представляете себе? Еле кто-то, кто смотрел дом, может что-то туда сделал. Ну, это, конечно, глупо, что я так думаю. Может, это неправильно. Блин, ну что могло с ним случиться? Я, если честно, не смогла снять это, потому что мне было очень... Ну, я не знаю, я вообще еще до сих пор в шоке, что могло с ним случиться. Вик вот взял его и вытащил, потому что я даже не хотела смотреть. Мне так обидно было. Я до сих пор не знаю, что... Сонушка, очень прошу тебя, только не разбейте. Это очень дорого выйдет нам. Ага, может и больше. Не, ну только одно стекло. Не разбивай, пожалуйста. Оно и так уже трезнет. И вот так вот, представляете себе? Сиди и переживай сейчас. И вот сейчас полила всех и думаю, блин, хоть бы с ними все было в порядке. Уже переживаю, может, люди, которые приходят в дом, что-то делают. А вдруг они там что-то насыпали? Потому что, ну так странно. Вот точно за день до этого я на него смотрела. И вот через день я пришла домой после этих шоунгов. И просто он как будто, ну не знаю, как будто не то что завял, как будто внутри стух. Я даже не знаю, а воды не было. Я проверила, много воды точно. Я вообще кактусы умею поливать, потому что это мои любимые цветы. Ну, с кактусами у меня вообще таких проблем никогда не было. Вот хочу и в влоге всем сказать, что эти штучки для лентяев, они великолепны. Это просто шик. Я офигеваю, как чисто всегда. Так приходилось. Я честно говорю, я не мыла полы каждый день. И даже Вика их не мыла каждый день. А тут каждый день пылесосят, моют, пахнет красиво. Добавляешь эту бону вот в мойку, и это просто шикарно вообще. Такой запах в доме приятный, свеженький. Ну просто восхищаюсь. Восхищаюсь ими. У меня нет слов. Так что вот так вот, ребята. Чтобы вы знали. Это я так перевела тему от грустной новости про ежик. Так что вот так. А Вик мучается там. Мучается, мучается. Ты только одно окно еще не закончил. Солнце, мы сегодня должны плавать, Солнце. И купаться, пожалуйста. Не надо меня расстраивать. Видите, какой он молодец, старается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... И я в шоке. А ты мучился? Полтора часа мучился снять кусочки по бокам. А тут вспомнил, как он с трака эти наклейки снимал феном. Говорит, может мне попробовать? Может получится? Можно просто охренеть, блин. Ты представляешь? Да? Старый фен. Сколько лет ему? Десять лет. Ему больше. А, не-не, ровно десять лет. Даже девять. Мы его купили в конце июля, как сейчас, прям ровно, в 2013 году. Помнишь, когда я работу в Майами нашла и купила себе, чтобы я себе укладки делала, потому что у меня не было фена? Прикинь? Работает? Да. Все, переходим на другие окна тогда. Да, я буду это чистить и замазывать сразу. Я попробую его сделать. Вон, Вик себе тут все подготовил. Она любит мерить все пальцами, глазами. Короче, здесь такая система. Видите? А, ну дай мне камеру, секундочку. Давай. Я покажу. Ты расскажи. Оуч. Вот что, не видишь? Чуть не остались мы без камер. Вот она, трещинка. Окошко уже вроде как чистенькое. Короче, на, держи. Дальше. Что нам нужно сделать по инструкции? Вот есть баночка. Содержимое нужно снизу вверх, нужно пойти по трещине, то есть замазать ее. И сверху наклеить вот такие пластиковые штучки. Как пленка защитная. Она ее, получается, прессует и выравнивает. Она должна прогреться. Пишет, или поставить стекло на солнце. Непонятно как. Ну ладно. А в нашем случае мы погреем феном. И потом это нужно просто сошкрябать, и остается ровный слой, типа запетченное такое стекло. Давайте посмотрим. Ну, сейчас я попробую сделать и посмотрим, что получится. Ура, ура, хоть бы получилось. Да. А тортик грустный, 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 грустный. Все виноваты эти комментаторы. Взяли и обидели ребенка, видите? Ну, бессовестные. Тотик, остальные все тебя любят. Точно где-то 95%. Точно, точно. Точно, очень. Он же не хочет открывать глаза. Да ладно тебе! Тебе бледненький такой. Мм? А, ужасные размытости остались на стекле. Я же думал, что вытер его хорошо. Комфу-пак, да мамина. Ну ладно, он спит. Ему нравится спать на диване. Это его любимое место. Весь диван растягивается и кайфует. Все, Солнце, тебе удачи. Я так еще и не закончил еду. Спасибо. Давай вперед. Из песни. Короче, как обычно, еще хуже сделал. О, вот сейчас рукожоп. Смотрите, короче, я замазывал. А это скотина, блин, взяла, протекла. Походу, здесь была щелька. И она вообще протекла на ту сторону. И вот между двумя стеклами у меня теперь капелька. Что мне с ней делать? Ничего, просто сними все нафиг и все. Капец вообще. А все, не расстраивайся. Что такого? Просто возьми и, Сон, просто снимем. Вот видите, еще второе окно сняли. И остались две, третье, два. Очень тяжело, долго. Все, сними их нафиг и все. Снимаю. Этот Соня не может выспаться никак. Тоже гулять. Ма-а-а, зачем? Тоже гулять. Такие мужики сразу. А что, что, что? Гулять? А что такое гулять? Никогда не знал, что это значит гулять, да? Первый раз слышит он про слово гулять. 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 Два окна готовы. Остались еще три. Можно не перекусить. Да, мы сегодня еще, кстати, вообще не кушали. И решили, что мы такие голодные, что нет времени готовить. И Вик вот. Проявил смекалку. Ты заказал пиццу. Да, и тортик тоже очень доволен. Он очень любит пиццу. А еще вот мои любимые хлебушки с доминос. Такие вот сырные с пармезанчиком. Хлебушки обожаю вообще. Особенно, если куда-то макать в соус какой-то. Ты тоже готов, да? Да. Уже сел гулять. Ну еще бы. Ладно, давай жрать. Все делать. Приятного аппетита нам. А вам, ребята, удачи. Берегите себя. Всем солнышко. Пока-пока. Пока. Все. Починили. Никаких таких пятен. Все красиво. Очень классно. Надо было сразу так сделать. Что-то у нас времени не было. Жалко, конечно. Много покупателей потеряли из-за этого, наверное. Продолжение следует...